Приветствую вас. Я бы сходу назвал такие моменты, проблемы ваши, как потребность в любви, уход от реальности, завышенные требования к себе и недоверие, собственно, своим же самым чувствам. Запрет на ошибку и, собственно, глобальная незащищенность, потому что тепличные условия воспитания в купе с авторитарным родителем могут дать в своей сумме, вот, собственно, подобное. Плюс, если мама авторитарный человек, да, то, скорее всего, она, ну, не так, чтобы, наверное, проявляла свои чувства по отношению к вам. То есть, не так, чтобы она проявляла любовь к вам, заботу и так далее. И, соответственно, алкоголь, это реальное поведение, это потребность в любви. Вот. Ну, соответственно. Данную проблематику, как справедливо сказали мои коллеги, в частности, Кудрячев Игорь Леонидович, данная проблема не решить книжек и книгами. Вот. И, соответственно, не очень понятно из-за чего вы, эм, 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 ну, перестали продолжать терапию. Да, если вы снимались терапией, то, соответственно, мы перестали, перестали снимать. Вот. Тем более, что вы говорите, что она вам помогла. Ваши, э, запросы, ваши задачи, которые вы ставите, это не предмет, э, э, значит, результата, э, из книг, к моему, к моему сожалению. Это, э, основание для терапии. Не обязательно прямо еще длительный, но обстоятельный и до результата, наверное. А, значит, что касается, э, вот этой вот, э, вашей направленности на семью, то здесь, э, конечно, речь идет о защищенности. То есть вы хотите защититься, вы хотите переложить ответственность на, э, эм, другого человека за себя и, соответственно, вероятно, доказать, что вы, э, достойны, что вы не хуже других, э, и оправлять, э, требования ваши. Вот. Ну, которые, которые иметь место быть. То есть иметь место быть у вас, э, требования, э, к себе. Причем, э, требования к себе, скорее всего, не адекватны. Ну, потому что, э, мама астритарна. Вот. А, и, э, алкоголь может быть, э, вот, когда, как раз вы говорите, что использовали алкоголь для снятия тревожности, а тревожность, как раз-таки, из-за чего? Из-за, из-за состояния постоянной угрозы и из-за, вероятно, невозможности этим самым требованиям соответствовать. Вот. Все. Ни в коем случае не, э, э, преследуя цели вас обвинить, мне бы хотелось обратить внимание, э, вот на какой момент вы говорите, что у вас есть молодой человек, э, который в другой стране, с которым, с которым вы общаетесь по интернету, не знаете, когда он приедет. Но при этом вы говорите о том, что у вас, э, были мужчины, которые, э, которые вас использовали, э, как я понял, с которыми у вас была активная связь. И, э, повторюсь, э, у меня нет, у меня нет, нет, э, цели вас обвинять, но нужно, чтобы вы, э, как, как-то, наверное, соориентировались. Вы, э, вы либо, э, своим молодым человеком, и вы ждете его, или вы встречаетесь с другими мужчинами. Э, э, то, что вы, мужчины, вас использовали, э, э, вполне логично, связано с тем, что, э, э, в целом вы склонны обесценивать, э, э, себя, сами. Э, э, вот, э, вы склонны, э, э, ну, относиться к, э, себе как-то, как-то, вот, я бы сказал, ну, может быть, негативно, да, вы склонны относиться к себе обесценивающим, вы склонны, э, 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 так вот, материализировать, э, э, свою ценность, то есть сводить, э, сводить, э, собственную ценность к, э, чему-то материальному, к сожалению. Это, э, э, безусловно влияет, безусловно влияет на то, как, как вас воспринимают мужчины, как вас воспринимают люди. Ведь и не только мужчины, но и в целом люди. О, значит, книг, книг никаких, э, э, я бы не порекомендовал, не рекомендовал, так, книги вам не помогут. О, значит, вы говорите, если я был отрезвый, я бы не соглашался на интимную связь, э, э, знаете, не то, чтобы я вам не верил, э, но, э, э, совершенно очевидно, что здесь идет некое подавление, э, подавление своих эмоций, подавление своих чувств, э, да, как, э, э, отрицание некоторых желаний своих, отрицание некоторых потребностей своих, э, вот. И, э, э, как бы, на мой взгляд, это тоже некоторая серьезная проблема, говорящая о вашем расщеплении. Что такое расщеплении? Что такое расщепление? Это состояние, при котором человек отрывается от своих желаний. Это состояние, при котором человек, э, э, значит, ну, как бы, опоргает, можно сказать, э, свои потребности, вот, оторгает, э, свои, э, какие-то, э, импульсы, какие-то, э, оторгает свой спонтанность, вот, мне кажется, что вы, э, э, ну, вполне можете быть, э, склонны к тому, чтобы, э, э, контролировать, э, все, может быть, может быть, не совсем прямо все контролировать, но, склонны, э, вы, склонны, э, вы, склонны, э, вы, склонны, э, контролировать себя. Вот, и если это так, если это правда, вот, то, ну, наверное, в таком вот случае я бы, конечно, обратил бы на это внимание. Я бы в таком случае бы, ну, в этом направлении бы рекомендовал бы вам работать, вот, ну, ну, в том числе, вот, потому что вам отмечают достаточно сил, достаточно, серьезно мешают. Но здесь вы отрицаете свои желания. Кстати, отрицательное отношение же к алкоголю, которое вы описываете. Это, в общем-то, ничем не лучше какого-то, ну, позитивного отношения к алкоголу. То есть, вообще-то, это две стороны одной медали. То есть, что вы к алкоголу относитесь позитивно, что вы к алкоголу относитесь негативно, в принципе, разницы в этом вообще никакой нет. Вот, разницы вообще никакой нет. И, ну, как бы, отступить до ненависти, в принципе, там, один вещак. Я не думаю, не думаю, что вы будете с этим как-то спорить. Вот. Поэтому отношение к алкоголу у вас такое же резко отрицательное. Это, в принципе, резко отрицательное отношение к алкоголу. Это тоже самое, что и позитивное отношение к алкоголу, на самом деле. Только, ну, немножко под другим углом, может быть. Вот. Но, в принципе, разницы никакой нет. Поэтому не обманывайте себя, да. И, опять же, если вы говорите, что, я надеюсь, там, не сорваться, допустим, что, это значит, что, ну, в какой-то степени, угроза срыва, да, она присутствует. В какой-то степени именно угроза срыв. И, вероятно, угроза срыва присутствует, ну, где-то, наверное, на постоянной основе. Понимаете? И, ну, это, вы не будете этого отрицать. Вот. Что это на постоянной основе. А, значит, проблематика сохраняется. Вот. Поэтому, тут очень важно смотреть максимально реалистично на ситуацию. Дальше. Эм, так, значит, у меня тревожное расстройство. А у вас есть диагноз тревожное расстройство. То есть, как бы, если есть диагноз, то, в принципе, должно быть лечение. Если диагноза нет, то... Так, я не знаю о точности его намерения. Ну, вот, не знаю не о точности намерения. Человек, это, по сути дела, недоверие в себе. То есть, вам нужно знать намерение другое, чтобы, как-то, вот, иметь возможность, значит, ну, там, планировать, к примеру, планировать свою жизнь, допустим. Да, по сути. Да, по сути. Ух ты. И... Как мне кажется, это, конечно, ну, довольно негативная история. Вот. Потому что вы зависите от человека. В этом смысле. Дальше. Так, значит, у меня есть нежность, я поклонник спорта, родители, которые не дали мне сломаться, рано прошла психотерапию онлайн, научилась технику беспокоения, повышение самооценки, но все равно, если встреча, я на всякий случай принимаю пенотипам. То есть, что я хочу от жизни, от жизни, конечно, найти своего человека, а именно, именно, любовь, хочу родить, хочу больше зарабатывать свое предприятие. Ну, видите, здесь у вас сразу идут ложные установки. За места. Своих людей не существует. Не бывает. Не бывает своих людей. Бывают просто люди. Своих людей нет. Насчет, для чего вы хотите найти, в кавычках, своего человека, то еще тоже очень важно. Для чего вы хотите родить, тоже очень важный момент, как мне кажется. То есть, я думаю, что все в истории про ваш жен, потому что у вас нет, ну, по сути, у вас нет. Человека, который претендовал бы, пока что, на роль мужа, например, и на роль отца вашего ребенка, или у ваших детей. Вот. А вы уже, ну, представляете, вы уже представляете, что у вас это есть. То есть, совершенно очевидно, что вам этого хочется. Вот. Вопрос, вопрос только в том, для чего вам этого хочется, как получается, что вам этого хочется. Ситуал. Достаточно. Так. Больше зарабатывать, зачем? Зачем? Опять. У меня страшный, какой-то непонятный. Страх жизни, серьезных отношений. Страх спиться сильно, но я сейчас к коголу отношусь резко негативно. Так. Страх жизни. Нет. Страх решений. Страх ошибки. Страх серьезных отношений. Это, скорее всего, проблематика личных границ. Вы боитесь близости, не случайно, кстати, боитесь близости, потому, что авторитарная мама, скорее всего, как-то вот донесла до вас, показала вам, что личная граница. И вы сейчас тоже сами не уважаете свои личные границы, вы их не чувствуете. Точнее, вот так, значит, человек может, в принципе, с вами, в отношениях, может делать все, что угодно. Ну, или большую часть. То есть вы, может быть, и будете сопротивляться, может быть, вам и будет неприятно, вот, но, скорее всего, будете вы либо молчать, либо вы будете молчать, либо вы будете терпеть. Ну, вот, то есть это позиция такая достаточно, опять же, тревожная, да, от позиции. И нет ничего удивительного, поэтому, что вы боитесь, нет ничего удивительного, чтобы переживать, нет ничего удивительного, что вы тревожитесь. Вот, а, ну, а, то, что вы боитесь спиться, ну, что-то нужно смотреть. Вот, тут нужно смотреть, а, что именно вы, вы имеете в виду, что, ну, что конкретно вы имеете в виду, да, вот, да. Что для, что для вас такое, такое алкоголь, алкоголь, в принципе, что такое алкоголь, вот, какое он для вас имеет, грубо говоря, отношение, да, вот, и так далее. То есть это вот такие, на мой взгляд, важные моменты тут, опять же, наши страхи, это наше желание достаточно часто. Вот, и это нужно считывать обратно, что то, чего мы боимся, часто мы этого хотим. Вот. Поэтому, пожалуйста, вот это вот нужно иметь обратно в виду. 欸, да, дальше. Так. Ээээ, я не heißt, что практически что может вы hips не поспособленный к жизни? Ну, Юлиан, время делает... Как можно сказать, ну, в одной стране, вы может быть правы. Говоря о том, что вы не приспособлены к жизни, ну потому что у вас есть мама, которая вас там подавляла, допустим, и так далее, да, с одной стороны, может быть, вы правы, может быть, с одной стороны. Но с другой стороны, с другой стороны, что значит, вы не приспособлены к жизни, если вы уже живете по факту, вот, ну, может быть, вы живете не так, как вам хотелось бы, да, может быть, но вы живете, в любом случае, вы живете, и это нельзя назвать неприспособленностью к жизни, как мне кажется, а это можно сказать, что вы не живете так, как хочется вам, но не приспособлены к жизни, но вы приспособлены к жизни, потому что вы живете, а вы чего-то добились, вы об этом сами, в принципе, говорите, что чего-то добились, что вы там работаете, на себя и так далее. Вот, то есть это несколько рукавая позиция, на мой взгляд, да, потому что не соответствует немножко действительности, но вам эта позиция может быть выгодна, потому что вы за счет этой позиции для себя что-то получаете, вот, вы для себя получаете какие-то плюски, какие-то плюсы, вот, вы, значит, ну, с этого имеете какой-то выгод, вот. Вопрос, конечно, заключается в том, что эта выгода из себя представляет. Это вот, пожалуй, важный момент. Дальше. Следующее. Следующее. Так, значит, нам очень так, были всякие предпочитивания, в индустрии молодости она не скрывала, но не отпускают меня на свидание, мне говорят, приходилось скрывать. Ну, со следом нужно работать. Работать. Я, кажется, на эти душевные покои стать более уверенной в общении детьми. Какими детьми? Какими детьми? Какими детьми? Какими детьми? Какими детьми? Вы говорите. Ну, а чтобы стать, значит, уверенной в общении детьми, вам теперь будет трудно, как бы, показать, выращивать своего ребенка внутреннего. Вот. А пока что, ну, понятно, что в этом не делается. Пока что. Вот. Как можно общаться с детьми, если вы не чувствуете себя в себе, в самой ребенке. Ну вот. Это очень важно. Очень важно осуществить ребенка в себе, в себе. Потому что только так, только через такую позицию можно добиться. того, чего, чего, чего вы хотите. Ну вот. Того, чем вы впишете. Дальше. Наверное, стать коммуникативной навыки. Что это значит? Чтобы я стал сильным человеком. Что это значит? На главных себя положить, найти в себе сильные внутренние стержни. С этим нужно работать. Что посоветовать психотерапию, Юра? Посоветовать можно вам психотерапию. Если вы к ней готовы. Конечно. У меня есть подозрение, что вы не готовы к психотерапии. Ну, к психотерапии не готовы. Не готовы. Я не знаю. Может быть вы думаете, что ваши проблемы можно решить. Так. Мне сложно с уверенностью сказать. Но. Пока все выглядит вот таким образом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.